Из Италии приходили люди, которые вернулись, из Испании? Какие еще есть варианты? Италия. Была Италия. Кто приходил еще? Была группа детей, которая, в принципе, выезжала. Это было три недели назад. И было проводилось некоторым детям там действительно тестирование. И, слава богу, ничего не подтвердилось. Мы, в принципе, очень, ну, вышли с этой ситуацией достаточно спокойно. Мальчик, который, ребенок этот, расскажите немножечко о нем. Какие данные вы можете озвучить? Он приехал откуда-то? Нет, это уже, вы бачаете, шановные журналисты, мальчик N. Это закрыта информация. Поэтому сейчас состояние детей среднего важности. Детина выполняет все процедуры, которые нужны по наказу 185 МОЗУ Украины. Больше ничего не скажу. Стан детей среднего. Ну, видите, алгоритм, вы уже сами изучили. Сначала негативный тест на грипп, даже обследование на коронавирус. Вы уже все сами понимаете. То есть, завтра будет известен, есть своего хлопчика? Завтра это уже зависит от референс-лаборатории города Киева. Материал уже будет доставлено сегодня. Насколько там, это уже референс-лаборатория. Это по отношению детей. Одна дитина на Маріуполь с такой подозрой. Что для взрослых, расскажите? Ну, для взрослых я... Одинаково. То есть, все анализы пошли, в принципе, что этого ребенка, что взрослых. Они только мы узнаем, только завтра. Официальные данные, которые придут, у нас будут точно завтра. А який век людей? А? Який век людей? Ну, я не буду рассказывать. То есть, не старые люди. Можно просто даже так сказать. То есть, однозначно, это средний возраст. Вернулись откуда-то они? Ну, если мы просто... Если берем... Вы понимаете, есть алгоритм действий. Тех, которых мы обязаны взять на коронавирус, мы однозначно идем по эпид-ситуации. Мы не берем всех на коронавирус. Вы понимаете, да? У нас нет возможности тестирования. Все население Украины, даже если оно имеет ОРВИИ и имеет отрицательные тесты по гриппу. Есть эпид-ситуация. И эту эпид-ситуацию мы действительно изучили и, в принципе, приняли решение, что этим людям надо пройти тестирование на коронавирус. Все. Это не говорит о том, что он придет положительный. Это обязательно будет. Да. Да. Это сейчас классификается как подозренный выпадок. Подозренный выпадок дитина, если она госпитализуется, если есть температура, подозренный выпадок на коровид-19.